Прошли промоутерские торги за право выступить организатором поединка за вакантный титул WBA в полулёгком дивизионе между Табеком Халматовым и Рэймондом Фордом. Победителем стала промоутерская компания Топ Рэнк, предложившая 317 тысяч долларов. Отметим, что Топ Рэнк предложила три даты пройдения боя. 16 февраля в США, 17 февраля в андеркарте ивента Усик Фьюри в Саудовской Аравии, а также 2 марта в Вейроне США. Всем привет, друзья! Вы на канале Воин. И тут только самые свежие новости из мира бокса. На канале выпуски выходят каждый день и без рекламы. Всем приятного просмотра! Погнали! Британский промоутер Эдди Хирн подтвердил дату и место поединка Криса Юбинга Матшева и Конора Бена. По словам Хирна бой состоится 3 февраля на стадионе Тоттенхам Ходспор. Хирн отметил, что переговоры ещё не завершены, но Бен готов подписать контракт. Американский тренер Андрей Русья отреагировал на сухо относительно поединка между Саулем Альваресом и Хайми Мунгии. Я думаю, это ужасный бой. Диаканел это лёгкая прогулка. Мунгии только что поднялся 168 фунтов. Это будет всего лишь его второй бой в этой весовой категории. К тому же в защите Хайми полно дыр. Так что Диаканел это будет праздничный банкет. В этом нет сомнений. Бывший чемпион Джеймс Тони жёстко высказался в адрес Александра Усика. Чёрт, Тейсон Фьюри должно быть стыдно за своё уступление в бою с Фрэнсисом Нгану. Он ведь лучший тяжеловец мира в данный момент. Потом идут Дуанте Уайлдер и Антони Джошуа. Если честно, я не знаю, кто там ещё есть. А, Усик. Это самый настоящий мусор. Он просто оказался в нужное время в нужном месте. В мою эпоху его бы уничтожил любой болван. Честно говоря, любого современного боксера уничтожили бы. В моё время. Глава ТОП Рэнг по парам сообщил, что собирается организовать для Джоша Тейлора большой бой. Мы собираемся провести бой в апреле следующего года. Мы ещё точно не знаем, с кем мы сведём Тейлора. Но он скоро вернётся. Он потрясающий боец. И вернётся в течение первых четырёх месяцев 2024 года. Парень, которого я хотел бы подставить с Тейлором. Это Мэнни Пакео. Это был бы хороший бой в промежуточном весе. Или в 147 фунтах. Мне кажется, что Пакео заинтересует этот поединок. Рэджис Прогрейс высказался в возможном бою между Джорджем Камбососом и Василием Ломаченко. Думаю, что Ломаченко побьёт его. Думаю, что по стилистике он способен избить его легко. Камбосос хороший боец. Но Лома сейчас. Я всё ещё отдаю ему победу. Люди говорят о возрасте и подобном. Но Лома хорошо выглядел против Дэвина Хэйни. Каллун Смит намерен сорвать бой Бетербиев-Бивол. Я не виню людей за желание увидеть бой Бетербиева и Бивола. Как фанат бокса, я тоже хочу увидеть этот поединок. Конечно, это немного неуважительно. Потому что Артуру предстоит драться со мной в январе. Я уверен в своих способностях и чувствую, что смогу победить, если буду в форме. Моя лучшая версия превзойдёт любого бойца в мире. Так что я не сомневаюсь в победе над Бетербиевым. А затем буду драться с Биволом. Итак, я не сомневаюсь, что смогу сорвать их планы. Субтитры сделал DimaTorzok